Итак, прямо сейчас в Покровском монастыре проходит прощание с актрисой и телеведущей Анастасией Заворотнюк. Похоронят заслуженную артистку России на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Заворотнюк ушла из жизни 30 мая в хосписе. Много лет она страдала и боролась с онкологией. У нее был рак головного мозга. Сейчас на прямой связи с нами Дарья Краморова. Передаем ей слово. Даша, рассказывай, что у тебя происходит на эту минуту. Что прямо сейчас. Да, привет. Люди продолжают приходить на территорию Покровского монастыря. Десятки человек сегодня прощаются с Анастасией Заворотнюк. Одним из первых приехал ее муж Петр Чернышев. Также внутри монастыря уже попрощались с Анастасией. Такие люди, как Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Лолита и в том числе Илья Авербух. Нам удалось с ним пообщаться. Все они, конечно, говорят только самые теплые и приятные слова и вспоминают Заворотнюк. Мы все знали, как она боролась, как боролась ее семья. И поэтому, наверное, эта новость, она витала все равно. И мы, конечно, все молились, чтобы это пришло как можно позже. Пришло все. И мы уже говорили, как бы с Настей, получается, все эти пять лет. И заочно, и очно. И, конечно, остается только самое светлое, самое доброе. Напомню, что Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. В течение последних пяти лет она боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга. Умерла она фактически у мужа на руках, как ранее писали в СМИ. Очень жаль, очень жаль. Так как-то неправильно, нескраведливо. Петр там сидит. Сидит. Многих-многих людей она оставила одинокими. Многих поклонников она оставила одинокими. Очень жаль. Самое главное, что она великолепный человек. Очень мало в актерской среде людей, где все соединяется. Трудолюбие, любовь, уважение, отсутствие желания скандалить. Настя в этом плане большой пример для подражания для всех молодых актеров. Утопает в цветах. Близкие отправляют родственники огромные. Венки, поклонники несут красные и белые розы. На самом деле, вы знаете, которые никогда не знали Анастасию Заворотнюк, видели ее только благодаря телеэкранам или ходили на спектакль с ее участием, все равно пришли сюда сегодня, чтобы с ней проститься. Потому что, напомню, это мог сделать каждый желающий. Желающий и монотарь. Я рос на сериале «Няня» и очень любил этот сериал. Он дарил мне море положительных впечатлений. И мне просто хотелось передать ей цветок, который я выращивал 10 лет. Анастасия Заворотнюк, она подарила мне детство, как и, я думаю, многим из моего поколения. Это няня Вика. Я не мог сюда не прийти. Лично не знала, но росла с ней с детства, с ее сериалом «Няня». И очень тяжело что-то комментировать, потому что вместе с ней все наше детство ушло. Напомню, что в 2019 году Анастасия Заворотнюк покинула сцену и начала заниматься уже своим здоровьем. Да, спасибо, Даша. На прямой связи со студией была Дарья Крамурова. Рассказала нам, как прямо сейчас проходит в Москве прощание с Анастасией Заворотнюк. Это карауна Вика. Спасибо. Продолжение следует...